итак всем привет дорогие друзья на связи с штаб игрового спецназа и я после перерыва решил вернуться в бесконечное лето проследием моим прохождением было полиса на хорошую концовку с алисой потому что я хотел после концовки с мику которая единственная тут отыграться в плане плоху от плохой концовки с алисой но потом как вы понимаете меня заглезнуло я захотел пройти игру на все концовки но я думаю и ну я тут подумал в плане немного пи в плане психологии именно то что мы да то есть я должен сначала открыть все плохие концовки затем открывать все хорошие а в конце если получится открою конца концовки с юлей то есть там сначала с семеном потом с юлей а потом гарем ную концовку я надеюсь что я пройду эту игру на выйду на гарем ную концовку ну короче меньше слов ближе к делу итак начинаем открыть меню истории сообщений понял мне опять снился сон этот сон каждую ночь одно и то же но на утро как обычно все забудется может быть оно и к лучшему останутся только туманные воспоминания при открытых словно приглашающих куда-то воротах рядом с которыми в камне застыли два пионера еще странная девочка которая постоянно спрашивает ты пойдешь со мной пойду но куда и зачем да и где я вообще нахожусь конечно случилось все это на самом деле наяву стоило бы не непременно испугаться как же иначе но это всего лишь сон тот самый который я вижу каждую ночь ведь все ведь все это неспроста не обязательно знать где и почему что чтобы понять что тут происходит нечто отчаянно требующие моего внимания и все окружающие мне здесь реально реально настолько насколько ре реальные вещи в моей квартире я бы мог открыть ворота услышать скрип петель и смахнуть рукой осыпающуюся ржавчину потянуть носом свежий прохладный воздух поежиться от холода мог бы но для этого надо сдвинуться с места сделать первый сделать шаг пошевелить пошевелить рукой минутку ведь этот сон это сон я понимаю что дальше что но да но что дальше что изменит мое понимание ведь здесь словно по ту сторону потрескавшегося экрана старого телевизора который из последних сил борется с помехами и силится показать зрителям все не упустив ни малейшей детали но вот картина теряет четкость наверное скоро просыпаться может быть спросить у нее что то у девочки как ее зовут например про звезды хотя почему про звезды можно же спросить про ворота да про ворота вот она удивится или лучше про букву Ё хорошая была буква как будто ее больше нет и какое отношение буквы и ворота и звезды имеют к этому месту ведь если мне каждую ночь снится этот сон который потом все равно забудется надо искать разгадку здесь и сейчас а вот если присмотреться можно увидеть магелланово облако словно попал в южное полушарие во сне всегда больше волнует меня больше волнует меня очень не естественный цвет травы невозможная кривизна прямых или свое перекошенное отражение а реальная опасность готова это обобрать все здесь и сейчас кажется пустяком естественно ведь здесь нельзя умереть я точно знаю я делал это сотни раз но если мне нельзя умереть нет смысла жить надо будет спросить у девочки она местная она должна знать да именно спросить например про сову больно уж птица странная впрочем не важно ты пойдешь со мной и каждый раз надо отвечать иначе никак и никак иначе иначе сон не закончится я не проснусь так да я пойду с тобой каждый раз так сложно решить что же ответить где я что здесь делаю кто она такая и почему от ответа на этот вопрос зависит так много в мою моей жизни или не зависит ведь это просто сон просто сон это просто сон это экран монитора смотрел на меня словно живое это мне правда казалось что он обладает сознанием своими мыслями и желаниями стремлениями умеет чувствовать любить и страдать словно наших отношений них инструмент не он неодушевленный кусок пластика и текстолита а я наверное в этом есть доля правды весь компьютер на 90 процентов обеспечивает мое общение с внешним миром анонимный имидж борды иногда какие-то чат и редко аська или джавер еще реже формы людей сидящих по ту сторону сетевого кабеля попросту не существует все они всего лишь пол вот его больной фантазии ошибка в программном коде или бак ядра зажившего собственной жизнью если посмотреть со стороны на моем существовании то какие-то мысли пожалуй не столь уж при то такие мысли пока покажутся не столь уж бредовыми а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и возможно выпишет направление в желтый дом маленькая квартира без следов какого какого бы ни того какого бы то ни было ремонта или даже подобие порядка и вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь куда-то бегущий мегаполис от условия моей жизни конечно все-таки начиналось не так я родился пошел в школу закончил ее все как у людей поступил в институты кое-как проучился полтора курса работал на паре тройки разных работ иногда даже неплохо иногда даже получая за этот достойные деньги однако все это казалось чуждом словно списано с биографии другого человека я не ощущал полноту жизни она словно зацикливаясь и продолжал идти по кругу как фильме день сурка только у меня не было выбора как именно провести этот день и каждый раз все повторялось по одной и той же схеме схеме пустоты уныния и отчаяния последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютером иногда подворачивались какие-то халтурки иногда помогали родители в общем на жизни хватало это не умудрено ведь потребности у меня небольшие на улице практически не выхожу все мое общение с людьми сводится к интернет переписки с анонимами у которых нет ни реального имени ни пола ни возраста короче говоря достойная типичная жизнь достаточно типичного социального человека своего времени это киапломов 21 века может быть мастиный писатель напишет обо мне роман который станет классикой современной литературы или напишу я сам впрочем нет что мне себя обманывать уже не раз пытался но меня не хватало даже на короткий рассказ изучал я множество и изучал я множество других вещей рисовать не надо не дано от природы программирование надоело иностранные языки долго и скучно любил я разве что читать но даже при этом никогда бы не назвался эрудированным человеком возможно я был асом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете платим не за это деньги я бы обрадовался да и заработал неплохо но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе сегодня очередной типичный день моей типичной жизни типичного неудачника и и мне именно сегодня мне нужно ехать на встречу институтских товарищей по правде говоря совершенно не хотелось да и какой смысл если вместе с ними отучился всего ничего однако мне сижу говорил друг бывший одногруппник один из немногих с кем я поддерживал контакт не только в интернете но и Продолжение следует... Вечер, мороз, остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму. Впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице, если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался так сильно, что я уже был готов плюнуть. Но все же на все и потратить последние пару сотен на такси. Совсем ехать мне почему-то в голову не пришло. В мозгу, как всегда, родились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. Такую, которую можно закончить. Привести в порядок, облечь форму идей и притворить в жизнь. Может быть заняться бизнесом? Но откуда я возьму деньги? Кредит, блин, Семен. Или пойду опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Вдруг мне вспомнилось детство. Или скорее юношество. Пятнадцать-семнадцать лет. Почему именно это время? Не знаю. Наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день. А выходных ожидал я с нетерпением. Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. А потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов. Зачем? Кому это надо? Что изменится? Если я это сделаю, и что не изменится? Простой поток жизни, такой привычный для любого нормального человека. И такой чужитый для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Тогда же я и встретил свою первую любовь. Стерлись из памяти ее внешность, характер. Как строчка из профиля в социальной сети осталось лишь имя, да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Наверное, хочется познакомиться с девушкой. Только не знаю, как начать диалог, о чем вообще с ней говорить, чем ее заинтересовать. Да и подходящих девушек я давно не встречал. Хотят где мне их встретить? Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Подъехал автобус. Какой-то он уж не такой, блетнула мысль. Впрочем, какая разница? По этому маршруту ходят только 410. Огни пролетают мимо, и холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне. То затихают, то просыпаюсь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике у водителя. Но я ее не слушал. Я смотрел в запотевшее окно автобуса, на проезжающие мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно. Погружен и погруженные в свои дела, они не задумываются о вопросах, мучащих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы. А может, им живется куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывает, поступки человека легко предсказуемы, но, пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это светопредставление, и мне почему-то безумно захотелось спать. Глаза закрылись всего на полсекунды, и... Эх ты, Соня! Снова на долг pozечу, Субтитры создавал DimaTorzok Славя Лена Ульяна Алиса Мику День 1 В глаза ударил яркий дневной свет Сначала я не обратил на это внимание, так как еще не до конца проснулся Ноги сами понесли меня к двери Черт, похоже, проспал остановку Но двери не было Я глядел в автобус и понял, что это не привычный мне потрепанный видавший виды Ильяс, а самый настоящий Икарус У меня снова меня сковал ужас Как? Что? Я умер? Меня похитили? Нет, точно умер Я лихорадочно ощупал свое тело, несколько раз больно ударил ладони по щеке, сильно приложился лбом о спинку кресла Ясно, либо я все еще жив, либо на том свете точно чувствуешь боль Но как такое могло произойти? Может быть я спал слишком долго и меня увезли в депо? И потом что, перезадили на другой автобус? Я выскочил на улицу и огляделся Везде, куда ни глянь, бушевала зелень Высокая трава на обочине дороги, деревья, цветы, лето Но как же так? Только что была зима Нестерпимо валяла голова Как будто готовая взорваться Постепенно начал вспоминать Длинная дорога, уносящаяся вдаль Леса и степи, поля, озера, вновь леса Кажется, я спал, но почему тогда я все помню сейчас? А потом провал Какая-то девушка склонилась надо мной Она нежно нашептывала что-то мне на ухо Потом опять провал И я очнулся здесь Кто же эта странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то воспоминания о ней не становились хорошо и спокойно Изнутри поднималось приятное тепло, распространяющееся по всему телу Может быть, это она привезла меня сюда? Тогда надо ее найти И лучше всего искать подальше отсюда Я дернулся влево, потом вправо Потом остановился в нерешительности И наконец побежал в направлении Откуда предположительно приехал автобус Физические упражнения освежают мозг Мысли проясняются Становится легче оценивать окружающую действительность Впрочем, это все совершенно не обо мне Я сидел на обочине дороги Хрипя и пытаясь под жадными глотками Раскаленного воздуха Хоть немного успокоить обожженное горло В любом случае, пробежка пошла мне на пользу Страх на некоторое время отступил Может, я и вправду сплю Но, вспомнился мои истязания в автобусе Я тут же отбросил эту идею Я не сплю и не умер Вдаль уносилась узкая дорога через поле Та самая из моего сна Наверное, я очень далеко от дома И дело даже не в том, что вчера было зима А сейчас самое что ни на есть лето Дело в окружающей природе Конечно, лето там обычно так и есть Зелено и жарко Но тут все такое, какое-то не такое Как в реальной жизни Словно сошедшая с картин русских пейзажистов Девятнадцатого века Трава слишком усочная Кусты не такие, какими должны быть кусты Пышные Сквозь них ничего не разглядеть Как кроны деревьев и богу А уж сами деревья До леса было довольно далеко Но казалось, что они сомкнутся Нули свои стройные ряды и только ждут приказа Чтобы начать наступление на поле и степи Я отдышался, посмотрел на автобус Почти скрывшись и избитого Неплохо пробежался Страха накатил снова силой И эти лэп Значит, тут есть люди Хотя, что это значит? Ведь ровным счетом ничего Почему в аду не может быть ли некоторой передач? Жарить грешников на угле? Прошлый век Похоже, я дошел до той точки невозвращения Когда надо либо уже сходить с ума Либо все-таки пытаться понять, что происходит И пока еще есть возможность Стоит выбрать второй вариант Я медленно направился назад к автобусу Конечно, страшно Но вряд ли я найду разгадку в полях и лесах А это чертово ведро с гейками Единственное, что хоть как-то связывает меня с реальным миром Надо смотреть местность повнимательнее Крепичная ограда с воротами Над которыми красовалась надпись «Совенок» По бокам статуи пионеров А рядом на вывеске номер маршрута 410 Сегодня рейс что-то затянулся Усмехнулся я Человек, попав в экстремальную ситуацию Иногда начинает вести себя неадекватно Возможно, сейчас со мной происходит что-то подобное Место казалось совсем незаброшенным Ворота не заржавели Кладка не осыпалась «Совенок» Что может так называться? Судя по статуям пионерлагерь, наверное По статуям пионеров, наверное, детский лагерь Причем лагерь действующий Естественно, самое простое объяснение Как всегда, ничегошенький не объясняет Незнакомка, изменившийся автобус Лето-пионерлагерь В голове за долю секунды Проносились тысячи теорий От похищения инопланетянами До лаги Литаргического сна От галлюцинации до сдвига пространства и времени Ни одна из них не была хуже другой Но остановиться на какой-то одной Было попросту невозможно Тут меня осенило Попробую позвонить Я достал мобильника Набрал первый попавшийся телефон Из телефонной книги Анага, вместо палочек приема на экране корел жирный крест Ладно, возможно, такой глуши связи нет Но не попал же я сюда один Автобусы цами по себе не ездят Я обошел его со всех сторон И убедился, что это не галлюцинация Комик резина, днище Кое-где винеющаяся ржавчина Выцветшая краской Потертая резина Нет, это определенный Самый обычный икарус Да, именно такие тебя увозят непонятно куда Если нечаянно заснешь У меня вырвался нервный смешок Именно вырвался Сам по себе, непроизвольно Ведь не место и не время шутить Ну где ж тогда водитель? Я осторожно присел на бордюр рядом с автобусом И принялся ждать Хватило меня ненадолго Кажется, волнение достигло пика И я потихоньку начал сходить с ума Наверное, в подобной ситуации Любой человек испытывал бы что-то подобное Инопланетяне или параллельные реальности Покинули мое воображение Остались лишь пустота и мрак Неужели все так и закончится? Моя жизнь закончится Ведь я столько всего хотел сделать Только не успел Меня охватила уверенность, что это конец Но почему? Это несправедливо Неужели я хуже других? Господи, за что? Слезы неспретерпимо сжигали глаза Я свернулся с калачиком И начал кататься по траве За что? Почему? Почему я? На моей крики слышались лишь безумовные статуи пионеров До сидящей на дереве птицы Которая точно спорхнула крыльями и улетела Прокричав что-то на своем На птичьем Словно посмеиваясь над идиотом Посмевшим нарушить ее послеобеденный сон Я окончательно захлебнулся Рыданиями И просто тихо лежал Изредка поскуливая Через несколько минут Удалось все-таки взять себя в руки Голове немного прояснилось А ужас и страх смерти Если не отпустили То как будто сделали передышку В конце концов Если бы меня хотели убить Зачем все это? На опыт тоже не похоже Если все это Такое чередовищное совпадение То возможно оно не таит в себе угрозы Как бы там ни было Пока что кажется Нет никакой опасности Вскоре паника прошла Конечно бой в висках И дрожание рук никуда не исчезли Но теперь по крайней мере Я мог рассуждать здраво Сейчас от меня все равно Ничего не зависит Поэтому сколько ни дома Мы не накручиваем себя От этого станет только хуже Пока не появятся какие-нибудь факты Строить догадки не стоит В любом случае Околачивая здесь Ничего не узнать Судя по всему Этот лагерь Если это конечно лагерь Есть единственное место Где могли быть люди Поэтому я решил пойти туда И уже почти дошел до ворот Как оттуда выглянула девочка В пионерской форме Логика меня не подвела Впрочем пионерская форма В 21 веке Впрочем девочки здесь Я застал на месте Не в силах сделать ни шагу Очень хотелось убежать Подальше отсюда Подальше от этого автобуса В ворот статуи Подальше от этой чертовой птицы С ее сиестой Просто бежать Бежать свободно Словно ветер Бежать все быстрее Маша рукой Пролетающим его планетам Подмегивая галактикам Бежав Ставь лучом пульсара Превратившись в электронное излучение Бежать навстречу неизвестности Бежать куда угодно Но подальше Отсюда Тем временем Девочка подошла Ближе Улыбнулась Ее красотой Я не смог Не отметить Даже трясясь от страха Человеческие инстинкты Работают Вопреки сознанию Если только 5% мозга Отвечают за мыслительную деятельность То остальные 95% Всегда заняты Поддержанием жизнедеятельности В том числе Обеспечивают стабильное функционирование Гормональной системы Мне так мучительно Хотелось Быть проще Не думать Протокольными фразами Из большой советской энциклопедии Но мысли Появлялись Мозгу одна за другой Глупые Неуместные Словно выдернутые Из внутреннего монолога Героя-дреного детективчика В мягком переплете Принято Приятное Словенское лицо Длинные косы Похожие на две толстые Хапки свежескошенного сена И голубые глаза В которых Казалось Можно утонуть Привет Ты наверное Только что приехал Так Лучше не будем Я остолбенел От удивления Девочка Выглядела Совершенно нормально Даже была похожа На человека Но все равно И не мог вымолвить Ни слова Бежать уже поздно Я что-то не то Сказала Пришлось приложить Немало усилий Чтобы ответить Ну Да Что А нет Я в смысле Что только что приехал Быстро Ответил я И уже был Испугавшись Что ляпнул не то Что же Добро пожаловать Она широко Улыбнулась Странно Передо мной Как будто Совершенно Обычная Девочка Эх Не стоило Вообще Сюда возвращаться Лучше уж В леса В поля Ну что же Делать дальше Пытаться Общаться С ней Как с человеком Бежать Или еще Что-то В голове Невыносимо Стучала кровь Разрывая ее Изнутри Еще немного И бедную пионерку Забрызгает Неприятным Содержимом Моей черепной Коробки Что смешного Девочка Кинула мне Взглядом По спине Побежали Мурашки Задрожали Колени Ничего Ну и славно Славно Что-то Может быть Славного Внезапно Захотелось Плюнуть на все Что Забыть о стоящем Сзади автобусе Вчерашней зиме И будущем Лете Скинуть Часоточный Свитер И просто Поверить Поверить Что все это На самом деле Что так И надо Что так И должно Быть Что все это В конце концов И к лучшему А ты Наверное Знаешь К тебе Кважат И надо Она все Расскажет Смотри Сейчас Идешь Прямо Прямо Доходишь До площади Затем Налево Дальше Будут Домики Она Во сне Буквально Буквально Я был бы известен заранее. А вот как раз эти способности или некое их жалкое подобие подсказывали, что эту девочку бояться не стоит. Неожиданно из соседних кустов выскочил кто-то. Девочка в ярко-красной футболке с надписью СССР. Как точно соблюден он дураж эпохи. Издалека она казалась совсем маленькой и, наверное, по возрасту была младше и той пионерки у ворот и этой на пороге клубов. Я собрался все-таки подойти, как вдруг СССР так я мысленно прозвал ее подскочила к первой девочке и начала что-то говорить, при этом яростно размахивая руками. Та же в свою очередь смутилась, потупила взгляд и ничего не ответила. Я бы, наверное, так и наблюдал за их занимательный диалог, но СССР вдруг достала из-под... из кармана... что-то из кармана и начала трясти перед лицом первой девочке. Этим оказался кузнечик. И завержала первая девочка. Видимо, она не очень любила насекомых, так как моментально убежала в сторону, где по идее Ленин когда-то читал речи о свершившейся рабоче-крестьянской революции. И, ну, то есть в сторону площади. СССР посмотрел на меня, хитро улыбнулась и бросилась за ней. Неплохое начало дня. Я совершенно не знаю, где я, да еще тут какие-то дети играют в пионеров. И все это, судя по всему, за тысячи километров от дома. Или вообще в другой реальности. Ведь реальности то есть все окружающие казалось настолько реальным, хоть и несколько приукрашенным, что я уже начал иногда забываться. А вдруг моя жизнь до этого всего лишь сон. И что теперь делать? Я ковырял носком ботинка трещины в плитах, которыми была вымощена дорожка. И бесцельно смотрел на здание клубов. Еще немного, и все-таки придется что-то решать. И тут я вспомнил, что катался, рыдал, как я катался и рыдал, по траве и рыдал. Меня передернуло это отвращение. Наверное, это еще один инстинкт. Даже все силы на нытье и жалость к себе израсходованы. Организм либо впадает в спячку, либо мобилизуют резервы. Видимо, мой выбрал второй вариант, потому что откуда ни возьмись, появилась решимость понять, что же здесь происходит. И для этого необходимо насколько возможно вести себя по-мужски. Да, просто по-человечески. Не ранить достоинства представителя моего мира. Я шел по дорожке, слева и справа стояли небольшие домики, по-видимому, жилища местных пионеров. В принципе, снаружи они выглядели довольно уютно. Я сам хотел, хоть и родился в Советском Союзе, никогда не был ни пионером, ни даже октябренком. Представлял себе быт обычного пионерлагеря несколько по-другому. Огромные бараки с рядами железных коек, подъем в 6 утра по сирене, одна минута на том, чтобы заправить кровать, затем построение на плацу, «Стоп! Или я что-то с чем-то путаю?» Неожиданный удар по спине. Я пошатнулся, но стоял на ногах, развернулся и уже приготовился стать героем и спасая свою жизнь. Но перед мной стояла всего лишь еще одна девочка. От удивления я открыл рот. «Челюсть с пола подними!» Я закрыл рот. Также пионерская форма, только на ней она сидела, скажем так, вызывающе. Как и все предыдущие девочки, которых я встретил здесь, это было весьма симпатичной, но слишком надменное выражение на ее лице сразу отбило у меня всякое желание познакомиться поближе. Новенький, значит. Ладно, увидимся. Она грозно стрянула в меня глазами и прошла мимо. Я подождал, пока пионер раскроется за поворотом. Мало ли что она еще может выкинуть. Самое интересное, что даже эта враждебная девочка показалась несовершенно нормальной. Мне не ощущалось какой-либо смертельной опасности. Разве что страх получить бонусу. И так я все-таки добрался до площади. Ленина с бровенником там не оказалось, хотя после всего случившегося подобного вполне можно было ожидать. Зато в центре возвышался памятник неизвестному товарищу. Наверное, какой-то партийный деятель. По бокам стояли скамеечки. Довольно уютненько. Куда же мне сказала идти эта девочка? Налево или направо? Налево направо налево направо и зачем еще туда иду? Ах да, я же решил казаться нормальным. Значит направо. Через некто небольшой пролесок я вышел на пристань. Наверное, не туда свернул. Ой, так тебе не сюда. Я обернулся на голос. Перед у нас стояла та первая девочка. Я же тебе сказал повернуть налево на площадь. А ты куда пошел? Пионерская форма на ней сменилась на купальник. Ой, я все же так и не представилась. Меня Славя зовут. Вообще полное имя Славяна, но все меня зовут Славей. И ты зови. А, да, я все же был несколько растерян, так что на более осмысленные ответа мне не хватало. А тебя? Казалось, ее взгляд пронизывает меня насквозь. А, я да, Семен. Очень приятно, Семен. Ладно, я уже заканчиваю. Ты подожди меня тут минутку, сейчас переоденусь и вместе пойдем к Ольге Дмитриевне. Хорошо? Хорошо. После этих слов она куда-то убежала, а я сел на мостик и свисел ноги в воду. На мне были теплые зимние ботинки, но в такую погоду промочить ноги не страшно. Более того, это хоть немного меня охладило. Смотря на реку, я размышлял о происходящем. Если это что-то вроде тайного заговора, то он дал довольно странное, местами дружелюбный чересчур. Нет, все же больше похоже на случайность. Не какую-то очень неприятную случайность. Пошли? Рядом со мной стояла Славя вновь одета в пионерскую форму. Пошли. В этом лагере совсем недолго, но из всех встреченных она вызывает наименьшее подозрение. Хотя сам этот факт уже подозрителен. Мы вышли на площадь. По ней друг со другом бегали с СССР и девочка ударившая меня по спиде. Это у них игра, что ли такая? Ульяна, хватит бегать, я все Ольге Дмитриевне расхожу. Есть начальник? Я решил не расспрашивать до поры до времени, славя происходящее о происходящем о местных обитателях. Лучше сначала добраться до этой таинственной Ольги Дмитриевны. Она у них главная вроде бы. Мы шли сквозь ряды почти одинаковых строений, некоторые из которых напоминали пузатые пивные бочонки, а иные хозяйственные сараи. Наконец, славя остановилась перед небольшим одноэтажным домиком. Словно эта ветхая хижина словно утопает в пурпурном бархатном шторме, а сирень, как стихия неотвратимо уничтожает жилище вожатой. Что стоишь? Пойдем. Славя выбила меня из раздумий. И хватит издеваться над Леной. Леной? Кажется, в домике кто-то есть. И точно через мгновение дверь распахнулась, оттуда выбежала Ульянка и пронеслась мимо, все так же ехидно улыбаясь. За ней вышла девочка с хвостиками. Лена, не обижайся ты на нее. Значит, ее зовут Лена. Ну, не Рена, не на том спасибо. Да я не... Она не закончила фразу, покраснела и быстрыми шагами направила к сторону площади. Я почему-то захотел обернуться, проводить ее взглядом, но Славя сказала, пойдем. Мы зашли в домик. Внутри он выглядел примерно так, как я его себе представлял. Две кровати, стол, пара ступлив, простенький ковер на полу, шкаф. Ничего особенного, но при этом создавалось ощущение домашнего уюта, хотя в плане порядка эта комната недалеко ушла от моей квартиры. Возле окна стояла девушка лет двадцати пяти на вид. Внешностью вместе с фигурой ее природа не обделила. Хотя одна вещь в этом пандемиуме не может не радовать ее красот, это красота его обитателей. Пришел таки. Отлично. Меня Ольга Дмитриевна зовут, я вожатая. Очень приятно, Семен. Я решил говорить так, словно все происходящее совсем меня не удивляет. Она подошла ближе. Мы тебя с утра ждем. Ждете? Меня? Да, конечно. А когда автобус следующий будет, то я... А тебе зачем? Действительно, зачем я? Похоже, прямые вопросы задавать не стоят, они могут вызвать совсем не ту реакцию, что мне хотелось бы. Да ответы вряд ли я получу. Нет, просто интересно. А кстати, где мы точно находимся? Ну, адрес там... Я родителям хотел письмо написать, что удачно добрался. Мне почему-то отчаянно казалось, что удастся что-нибудь выяснить, если буду подыгрывать им. Так мне твои родители полчаса назад звонили, тебе привет передавали. Вот это номер. Значит, можно им позвонить, а то я перед отъездом забыл рассказать кое-что. Нет. Она мило и принужденно улыбнулась. И почему? А у нас нет телефона. Так как же они сюда звонили? Я только из райцентра вернулась, там с ними поговорила. Ах, вот так значит. Не можно как-нибудь этот райцентр? Нет. Она все так же улыбалась. Почему? Потому что следующий автобус будет только через неделю. Как же вожатая тогда сумела добраться туда и обратно? Я решил не спрашивать. А это все равно бы не последовало. Все это время Славя стояла рядом со мной и, казалось, не находила в нашем разговоре ничего такого. Ой, надо тебе форму подобрать. Не имею ровным счетом никакого желания наряжаться в пионерские шортики и завязывать нелепый красный галстук. Ну и ходить в зимней одежде летом тоже не лучшая идея. Да, спасибо. Интересно, только я один считаю странным, что в такую жару кто-то ходит в пальто и зимних ботинках. Ладненько, я побежала тогда, а ты пока можешь познакомиться с лагерем. Вечером приходи на ужин, не забудь. С этими словами она вышла из домика. Нет, даже не вышла, выпорохнула. Я остался наедине со Славей. Мне тоже пора. Дела. Ты походи, осмотрись. Вечером увидимся. Если в этом не скрыто никакого подвоха или угрозы, то такая реальность в лице Слави мне начинает нравиться все больше. Впервые сзади я понял, что здесь ужасно жарко. Хотя, очевидно, видны тому зимние одежды. Я снял пальто и кинул его на кровать. За ним отправил свитер, а я остался в одной рубашке. Вот так куда лучше. Ничего не осталось, кроме как воспользоваться советом и пойти осмотреть лагерь. Заодно по дороге попытаюсь что-нибудь выяснить. Проходя через местный жилой квартал, увидел идущую навстречу у меня пионера. Именно пионера, а не пионерку. В этом царстве мазунок есть мужчины. Привет-то новенький, наверное, Семен, да? А ты откуда? Да, все уже знают. Я, кстати, электроник, настоящий, можешь меня так и звать. Электроник, настоящий, маразм крепчал. Ясно. Ясно. Уиленка меня еще Сыроежкой зовет. Сыроежкой? Не подостиновиком? Фамилия у меня такая Сыроежкин. Ясно. Давайте я тут все покажу. Я согласился, так как изучить окрестность одному куда дольше. Ладно, давай. И мы вновь оказались на площади. Будто в этом лагере других мест нет. Там на одной из лавочек сидела Лена и читала какую-то книжку. Электроник уверенным шагом подошел к ней. Лена, привет, это новенький. Семен, знакомься. Бойко начал он. Привет. Ну, мы уже заочно знакомы. Да. Она на секунду оторвала глаза от книги, посмотрела на меня, покраснела и вновь приняла за чтение, словно не замечала, что мы все еще здесь. Ладно, пойдем дальше. Я был удивился, что все это знакомство, ограничиваясь парой слов, но потом решил, что так и надо. Неумелая активность, неуемная активность электроника и скромность Лены не лучшее сочетание. Пойдем. Мы вышли к некой постройке, в которой я сразу опознал столовую. А вот это, я понял, здесь вы принимаете органическую пищу. Ну, что-то вроде того. на крыльце столовой стояла недружелюбная девочка, которая до этого ударила меня по спине. От этого мое шутливое настроение вмиг куда-то исчезло. «Действительно, сейчас не самая подходящая ситуация, чтобы прикалываться над этим пареньком, хоть он и весьма потешен. Сначала надо понять, что к чему и где я вообще нахожусь. А вот это, то есть вот она, Алиса Двачевская, ты с ней поосторожнее». Он говорил шепотом, «Никогда не называй ее Двача, она этого не любит». «Чего ты сказал? Как ты меня назвал?» Кажется, она услышала. Мгновение ока, Алиса спрыгнула с крыльцами и тнулась в нашу сторону. «Ладно, ты дальше сам как-нибудь». Электродик бросил сбежать, так что только пятки засверкали. «Так, давай так, но тут, конечно, в моем я, конечно, никогда не затрагивал этого варианта, да и в этом, в инструкции, чтобы открыть нужную мне концовку их нет, так что поэтому побежим». Я решил, что не хочу еще раз сталкиваться с агрессивной девочкой Алисы и бросился вслед за электроником. Выбежав на площади, потерял его из виду. Но Эдвачевская за мной не гналась. Впрочем, не стоит ее так называть. Даже про себя. Отдышавшийся задумался о причинах своего поступка. «Ну, девочка, ну, агрессивная. Но зачем бежать-то? Так и не найдя никакого подходящего ответа, я сел на лавочку и уставился на памятник генди. Похоже, оставшееся время до ужина мне предстоит коротать в одиночестве. Я решил пойти на восток. По крайней мере, туда, где находится восток в моем мире. Через некоторое время я оказался около футбольного поля. Там вовсю шел матч. Посмотрю, пожалуй, немного. В детстве и юношестве я довольно неплохо играл. Сам и даже подумывал в профессиональной карьере. Но несколько травм подряд отбили у мне желание рисковаться сыроем ради туманной перспективы. На поле бегали дети совершенно разных возрастов. Вот мальчик лет десяти, девочка лет четырнадцати. Девочка. Так это же Ульяна. Он футбол играет, что удивительного, с ее неугомонностью. Я оставил довольно далеко от поля, но она все же заметила меня. Эй, ты, крикнула Ульянка, играть будешь? Я не знал, что ответить. С одной стороны, ничего страшного, побегать минут десять, но с другой, в моей ситуации, шаг может оказаться фатальным. Но в любом случае, одет я был явно не по погоде. Играть в зимних ботинках и теплых джинсах, имея возможность, то есть и меня можно будет выжимать от пота. А играть босиком в трусах попросту неэтично. Давай в другой раз, крикнул я ей вслед, развернулся и пошел назад. Ульянка возвыпила мне что-то вслед, то ли про трусы, то ли про труса. постепенно в свои права начал вступать вечер, который нес с собой усталость и опустошение от бесцельно прожитого дня. Вечер. Я вернулся на площадь, сел на лавочку и бессильно вздохнул. Буду сидеть здесь и ждать ужина. В конце концов, искать ответы лучше сытым. Их уже их же тут кормят, верно? А ведь интересно, как самые простые потребности человека отбивают желание мыслить, стремиться к чему-то. Вот я чувствую голод и меня уже меньше волнует. Где и что со мной? Неужели великие люди тоже подвержены подобному? И как тогда, например, Спартак в древности поднимал восстание рабов? Остается только один выход. Я не великий человек и мне в принципе все равно в какой машине быть шестеренкой в соцсуме матрицы или непонятном пионерлагере. Моя мысль оборвала музыка, заигравшая из динамика прикрепленного к фонарю. Наверняка это сигнал к ужину. Я направился в сторону столовой, благо теперь знал, где она. На крыльце стояла Ольга Дмитриевна. Я становился пристально усталость на нее, словно ожидает чего-то. Она тоже некоторое время смотрела на меня, но потом все же подошла. Семь лет. Наверное, ничего страшного не случится, если пойду с ней. Такое решение одобрил и мой желудок. Мы вместе зашли внутрь. Столовая представляла из себя столовую. Мне в свое время доводилось быть заводской столовой. Это было в точности такое же, разве что почище и поновее. железные стулья, столы и кафель на стенах и на полу, неотличающаяся изысканностью потрескавшаяся посуда. Наверное, такое должна быть столовая в пионерлагере. Семен, сейчас подожди, мы тебе место найдем. Наверное, она кинула взглядом помещение. Стой, двачевская! Ольга Дмитриевна прикрикнула на проходящую мимо Алису. Что? Ты как одета? А как я одета? Действительно, наряд ее был несколько вызывающим. Немедленно приведись в порядок форму. Ладно, ладно. Алис поправил рубашку и пошла мимо, бросив на меня не очень приятный взгляд. Итак, куда мы нам тебя посадить? Особо их мест не было и было не так уж и много. Давай вот сюда, кульяне. это а может да, точно, раз уж еда стоит. Мне не осталось ничего другого, кроме как согласиться. Конечно, была некая воля доверия, вероятность, что в котлетах яд курары пюре обильно с одобренным мышьяком, а вместо компота мне налили отличный антифриз. Но выглядело это так аппетитно, что я никак не мог устоять. Эй, чего тебе? Спросил я довольно грубо Ульянку, сидевшую рядом. Почему с нами в футбол не стал играть? Я не в форме, сказал я показанно свою одежду. А, ну тогда ешь, ладно, ешь. Однако есть было особо нечего, с тарелки пропала котлета. Это могла бы сделать только она. Нет, точнее, это не мог сделать никто другой, кроме Ульяны. Отдай котлету. Большой семье рта не разевай. Отвернулся и нет котлеты. Отдай кому говорят. Так, значит, не отнимаем у... котлету. Сейчас, не отнимаем, да, не отнимаем. Нет у меня ее, смотри. Действительно, тарелка ульянки была пуста. Похоже, ест эта маленькая девочка не так уж быстро, как котлеты воруют. Ты не расстраивайся, что им придумаем. Она схватила мою тарелку и убежала куда-то. Догонить ее не было смысла. Если уж они кормят меня, хотят меня травить, то это можно сделать куда проще. Примерно через минуту ульянка вернулась и протянула мне тарелку, на которой лежал дымящиеся котлеты. Вот тебе голодожидающий поволжья. Спасибо. Только и смог сказать я. Все подозрения вмиг развились. Так и мне хотелось есть. Я подцепил вилкой котлету и... Что это? Какой-то жук. Нет, не жук. Насекомое. С ножками шевелится. Тарелка полетела на пол, разбившись в дребезги, а стул, падая, больно ударил меня по ноге. Подожди, я же вроде выбрал ничего такого не делать. Я с детства недолюбил насекомых, но когда эти насекомые в моей тарелке, это уже перебор. Это маленькая... Ленка, похожа, готовая к такому развитию, событие уже стояло в дверях, смеясь так, как будто услышал свежую шутку Петросяна. Я бросился за ней. Мы выбежали из столовой. Нас разделяло всего несколько десятков метров, и мне казалось, что я легко догоню эту маленькую девочку. Мы пробежали площадь, помещение клубов, выбежали на лесную тропинку, и я начал задыхаться. Все же, наверное, стоило бросить курить. Ленка скрыл с очередным поворотом, и я потерял ее из виду. Просто не может быть, что я не мог ее догнать. Не может, и все тут. Я стоял и пытался отдышаться. Вечерело. Ладно, ребят, думаю, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры